привет любителям игры асфальт 9 что-то уже практически половина сезона классической серии прошло а я все так и не нашел времени для того чтобы эту сетку начать ну и в этот раз я решил это сделать под запись видео и посмотреть вот за сколько времени и за сколько каток я смогу зайти по сути с нуля и до легендарной лиги мы решили сделать сделать во первых потому что сейчас особо стримить на толком нечего а во вторых потому что меня записи такого видео уже давным-давно просил один из моих зрителей в комментариях ну и я думаю ты уже понял что речь идет именно тебе и вот в первую очередь конечно специально для тебя я решил такой видос запилить ну и всем остальным возможно тоже будет интересно посмотреть вот какие тачки я беру именно вот для классической сетки на чем я обычно катаю и все это будет происходить больше высоком качестве нежели это происходит на стриме так что рот заваривать и там чаи и кофе и все остальное ну а я начинаю но и так как вы видите сейчас осталось до конца восемь дней 15 часов ну я вот только сейчас у меня появилось время начать эту серию и давайте посмотрим по рейтингу что у нас там уже происходит но видите наверху уже практически вот вершины добрались 1980 игроков и до топ 100 снижаемся но тут вот топ 100 уже за 1900 поэтому я думаю это не будет видео на на целый час и так далее поэтому особо долгих мучений не будет так ну что давайте уже катать и вы знаете несмотря на то что я как вы понимаете могу начинать сетевой сезон серебряной лиги но у меня всегда такая традиция чтобы у меня д-класс не пылился я всегда первую гонку начинаю именно на автомобиле д-класса и вот после того как я не так давно прокачал в золото один из лучших автомобилей д-класса ну в первую очередь для ручников грикин хаус 004 сита для этой первой гонки в сетке я начал брать именно его установил я такую декаль хотя она мне не особо по душе но все-таки выиграл это моё заслуженное вот я решил еще и с цифрой 01 ну просто цвета такие какие-то тиктокерские знаете такой розово-голубой ну да ладно пусть будет так и вот первую катку я поеду именно на этом гликин хаусе ну вот видите никто кроме меня не катает на д-классе сразу у всех автомобиле c-класса ну и первая гонка будет по париже у нас проходить ну погнали на гликин хаусе узнаете народ когда я вот впервые только тестировал эту тачку вот когда он только-только в игре появилась будто у нас золотой тест-драйв прошлом году это еще было то ну мне прям как-то вот зашла эта тачка я почувствовал что реально на порядок лучше управляется нежели тоже mazda furai или корвет c7r но почему-то когда я именно сам заполучил этот автомобиль прокачал его в золото начал гонять то хрен его знает она конечно получше управляется чем те тачки но уже не чувствую что прям очень сильный перевес все-таки если резкие поворот заходить то и эта тачка все равно довольно сильно проседает по скорости но тем не менее я ее редко использую я просто решил ее открывать для того чтобы у меня гараж найти был заполнен уже по флагманам в том числе d-класс мы была возможность такая были лишние жетоны ну что ж первую гонку я смог выиграть даже на d-классе против вот таких вот ну это новички конечно в основном катают на тач-драйве сезонная валюта кстати вот когда я записываю этот видос далее в подарок 50 тысяч сезонной валюты но сам видос я наверно опубликую там на несколько дней позже но именно запись этого видео происходит раз в тот день когда дали 50 тысяч видите мне уже за 100 тысяч этой валюты до сих пор как бы покупать особо нечего за нее и если так дальше пойдет то ну конечно приятно будет получить две тысячи жетонов но большая сумма просто будет сгорать нахрен так ну что перемещаемся в c-класс ну и тут обычно для классики я всегда брал вот мой галарда в амборгини галарда но после того как я вот знаете за 3 в охоту примут открывал эту тачку и купил пропуск ради нее даже потратил реальный донат то вот давайте я возьму на эту гонку лучше porsche panamero turbo с и проедем на этом автомобиле ну наверно не обойдется серебряная лига одной гонкой сжека попадается в комнате но не тот из клуба какой-то ответить диколюха есть на porsche carrera gt там у чувака у меня вроде тоже диколи есть но мне как-то и мой цвет нравится поэтому я не поставил вот дикально эту тачку которая была именно разыграно где тут пусть был специальной акции вроде бы да вот там была красивая реально диколюха но я не забрал не раздают ее больше уже к понял что ловить ему нечего на его камара собственно это это справи быдло нечего делать на такой тачке даже в серебре хотя новичкам деваться некуда приходится выходить видите на всяком таком разном которая не едет вот эту гонку на паршаке как но следующий уже наверное возьму говарда чтоб типа и тачерский вариант был для видоса и более ручниковский снова париж что-то у нас сегодня этот раз а пока что две гонки и две в париже ну я вот видите не катал в первой сетке во второй сетке я видел что тоскана реально появилась а вот в первой вот только начиная ее но мне на стриме говорили что и там и здесь точнее в первой сетке уже тоже тоскана должна быть ну как-то вот лично мои сокланы пока что не особо к этой тоскане привыкают пока еще бомбят но это обычная реакция знаете всегда так происходит когда выходит новая трасса поначалу идет бомбежка а потом народ привыкает и уже может спокойно катать ну вот паршак в принципе без проблем тащит хотя я если честно ожидал от него большего особенно после того как смотрел тесты там от про игроков мне казалось что будет мощнее этот автомобиль но такой может не эпиков просто не хватает там или чё нифига себе оказывается даже одной гонки мне хватило чтобы перейти в золото вот это да еще 1000 зонной валюты эти река когда я начинаю именно первую сеть риски уже на половины пути ну просто засыпали капитально наградами ну давайте я обещал гонку все-таки на говарда проехать давайте я ехать одну проеду а потом уже перейдем на б-класс я не ожидал что одной катки хватит ну вот видите если начинать сезон вот так вот на пол дороги то может хватить сейчас интересные тачки с б-класса будут против меня катать ну тут б-класс вот корветы только есть больше особо никого нет ну поэтому в принципе я считаю что шансы на победу есть даже в такой гоночке на говарда против корветов ой да ладно какой там говарда я блин на торге уделал корветы у меня был стрим стрим именно челлендж я должен был на porsche торге выиграть гонку я ее выиграл против корвета тем более не вода в принципе неплохо у меня 353 максималка корвета я уже столько лет не гонял на корвете по моему 345 него что ли у него даже еще меньше чему моего говарда видите сразу какой отрыв корвет уже давно не тот и давно не тащит в этой игре но опять же новичкам нет новичкам надо открывать сразу хуракан со старой на этот корвет особо уже даже и не думать про него такая себе уже точила против себе подобных новичков гонять сойдется так куда-то там высоко продвигаться нет я понимаю что у меня на канале явно есть профи которые на корвете спокойно дойдут до легенды и буду там всех дрюкать я больше говорю про начинающих игроков ну окей победы до победа есть ну вот теперь перейду и на б-класс сколько можно мне давать эту никчемную валюту пока что она реально таковой есть опустили какую-то эстафету на акуру на всякую шелупой я не знаю для чего вот этот подарок был в 50 тысяч типа там по выпендриваться что ли все равно эти 50 тысяч сгорят если типа их не использовать особо никуда так ну и конечно народ я думаю вы со мной согласитесь что в б-классе после того как я открыл недавно макларен f1 лм тут как бы выбора больше нет чё брать б-классе поэтому естественно этому и основной автомобиль теперь будет вообще для любых сезонов поэтому конечно сейчас буду ехать именно на маке f1 лм вот 4179 ранга вот итоговый у меня после всех этих пятилетних активностей сейчас после этой гонки я вам покажу чего у меня именно конкретно по эпикам какую схему решил себе замутить снова тоже трасса прикольно так конечно гонять типа гоняя вроде бы как стрим знаете делают разговариваю во время гонок но никто не пишет никто не смотрит короче говоря стрим для меня одного нифига себе и тут сразу начинается борьба вот это да вот это нежданчик ну давайте бороться может быть что-то интересное наконец-то получится но что тут получится если я сейчас напрямую этого паршака просто ему шансов не оставлю на своей максималке возможно если это был хороший игрок на паршаке если бы попалась какая-нибудь кривая трасса то он бы мог и выиграть ну могу сказать честно что вот эту вот расцветку мака f1 лм с белыми дисочками с карбоновым капотом я посмотрел у другого игрока в сети но мне прям так понравилось я решил скопировать у него цветовую схему но у меня изначально был маг зеленый но просто я его эти немножко таким салатовым сделал но все равно смотрится круто именно вот по спортивному смотрится не знаю из этих наборов что-то кроме торги выпадает или там все заочина именно на торги вот по эпиком у меня смотрите ну максималки тут достаточно я не ставил ускорение конечно я установил сразу все эпики все три штуки в управляемости еще две штуки установил и в nitro один эпик у меня есть так что 6 эпиков конечно такого половина только есть и половина еще остается ну поехали дальше так huracan карет ну такое light room такой получился лайтовая комната если чуваки сейчас мне не будут мешать они конечно вырвутся на старте им на huracan я имею ввиду корвета на корвет многие так скажем наяривает но люди ускорение у него не блещет как ни крути чего чего ускорение корвета всегда не хватало то есть когда появился huracan сразу первое это то что ему сдали хорошее ускорение и поэтому эта тачка начала тащить на еще ему кстати дали очень такую красиво шну и диколюху тоже вот как я про кошка раджете уже говорил радикали на huracan тоже классная диколюха но опять же раздали на этом больше не дают ее так 1390 уже рейтинга есть вот еще 60 надо до перехода в лигу платина ну возможно вот две катки проеду еще зайду но блин так не пофиксили вот эту хрень типа если ты с пропуском гоняешь что это вот топливо неправильно отображается смотрите peugeot 9x8 здесь комнате прям очень так неожиданно было увидеть этот автомобиль очень редкий он в игре сетки еще и прокачанный слушайте ну погнали погнали тут окленд чуваки поехали на трамплин я так блин ну дрифт просто сказка как вот иногда бывает в этой игре что показатель управления он не рекордный как бы по цифрам но за счет дрифта машина просто вывозит нахрен все так ну чё один улетел другого надо обгонять да 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 чувак ты просто сильно и мощно там развалился это же он по моему был о ее нет это был другой а этот меня видите замокал ну вот первый нокдаун на сегодняшнем видео и впервые я не выигрываю гонку пижопа кстати вот это вот на втором месте приехала ну вот так вот пюр италия берлин это между прочим чувак банальщину в сеть не берет он выбирает что-то более экзотическое не хуракан и в италии берлин это так ну грузится трасса тасканы пока так и не было сколько катаю посадка на него это не лучший вариант для макварена уникальная возможность стартовать в первых рядах кстати говоря вот когда начинаешь сеть в такой день когда уже половина сезона пройдено часто такое бывает что вот видите стартуешь впереди а так вообще-то обычно всегда стартуешь из задницы это все таки этот чувак не принципиальный как оказалось ведь на эту гонку уже взял банальный хуракан но этот банальный хуракан вполне себе способен меня здесь обогнать именно в этой трассе в осаке вот здесь вот советую воурайд делать просто иногда бывает такое что машинка крутит второй разворот и ты улетаешь в объезд это воурайд иногда таким риском сопровождается слушайте неплохой игрок читают то ли он в нашей команде раньше был какой то никнейм знакомый у него нет туда бы я не долетел бы уже ну молодец молодец ведь я еще раз он меня выиграл ну ему прет с подбором трасс сначала оклен теперь осака Ну вот не хватило Этих двух конок, чтобы перейти в платину Тогда давайте брать какую-нибудь другую тачку И вы знаете, народ Вот среди таких более усредненных автомобилей Б-класса Вот где-то в этом разделе Мне больше всего нравится эта тачка Вот зачастую я беру именно ее Потому что она такая Ну, на мой взгляд, максимально сбалансированная И приятно рулится Поэтому этот Aston Martin мне нравится Ну тут уже, видите, много чуваков Из платины попадается Снова Хуракан Ну блин На секунду бы позже Хотя не факт, что я бы его занокал Он там защищался разворотами Защищайтесь Тысяча чертей Ладно, я его и так обогнал В принципе Ну вот еще, знаете, хотелось бы Для такого серединного B-класса Докачать ламборгинера в Антон Вот он примерно того же поля ягода Что и вот этот Aston Martin Мне хочется прям его потестировать Так, ну и вот я Наконец-то добираюсь до Платины уже Ну и остался такой самый длинный путь Ну по разнице именно очков между лигами До легендарной лиги Которая начнется на рейтинге 1750 Ну если раньше для сетки в A-классе У меня был один основной автомобиль То, как вы понимаете С недавних пор А именно с прошлого сезона Таких тачки у меня стало две И к моему тоже эпично открытому Ламборгини Кунтаж Присоединилась еще и не менее Эпично открытая уточка Детамаса Пи-72 Ну и для этого видоса Я буду катать на этих двух автомобилях И буду делать это по очереди И начну, наверное, именно Со своей новой тачки Вот, как вы видите, она с диколюшкой Но вот было обидно то, что Не удалось мне сразу озолотить этот автомобиль А было бы очень-очень приятно Получить золото-тачку Такую достаточно годную по рангу Ну, хотя я бы не сказал, что она прям топ-флагман Но тем не менее Вот с Кунтажем у меня такой халявы не было Знаете, когда Было там особое событие на Кунтаж Что Там было заочено все по условиям И было трудно проходить А тут вот видите, лофты как-то сжалились И из-за этого Вот ведь я смог собрать 15 эпиков Ну и клуб помог Спасибо первому составу Который хорошо нафармил И лишний эпик У меня в копилочку залетел Ну и я надеялся именно на сетевую игру Что выпадет с финала сезона Хотя бы один Прям вот Прям сердце билось Когда я открывал эти наборы С эпиками Но так в итоге ничего не выпало Ну вот на Макларенов 1 АЛМ Мне выпал нужный эпик И на Бугатти Чентадьечи По-моему на Пагани Вайраир Еще один выпал Больше ничего полезного не было Ну если бы Я бы все равно мало бы эпиков Допустим на эту утку бы получил То В первую очередь Я бы все равно прокачивал этой тачке Максимальную скорость Потому что я хотел чтобы У меня именно в топовом А-классе Хоть одна тачка ехала 390 или выше Ну и вот Как видите Детамаса именно 390 и едет Ну и я имею ввиду Как я уже сказал Именно топовый А-класс Если вспомнить например Макларен 570 Т-спайдер То он тоже едет за 390 Но этот автомобиль Который Не обладает другими Какими-то хорошими характеристиками Поэтому Его можно за скобки вынести Ну вот первая гонка На Детамаса прошла Как нельзя лучше Все спокойно Я получаю шальную карту Однозвездочную класса С Что вы как народ Активно Используете Именно передачу Шальных карт Вот я смотрю Что Каждый день Без исключения У нас в Куанчате Появляются запросы На передачу Я уже там Одну шальную карту Отдал Своему сокладу Но пока еще Ничего не просил Но я буду просить Только если Будет какая-то Прям Ну Очень Большая надобность Мне в этой шальной карте О Выпадает Наконец-то Тоскана В первой сетке Да-да-да Теперь я могу И на своем опыте Подтвердить Что Новая трасса Добавлена В оба Сетевых сезона Здесь никакой Дискриминации Хотя бы не было Снова я стартую Первым Так-то непривычно Видеть Конечно Золотая Пагани Имова Есть в этой комнате Будет с кем Побороться Ну Трасс я толком Не знаю Поэтому Буду ехать По принципу Куда-нибудь Посматривая На мини-карту Конечно Дальше Вижу Будет Какой-то Зигзаг Ну Пока еще Трассу Как бы Не особо Изучил То У Ванды Будет Преимущество В том Плане Что Именно Много Приходится Дрифтить Чтобы Ну Вот Видите Как раз Я На практике Показал Что Видите Передрифтил Особо Пути Не знаешь И Ванта Сразу Воспользовалась Этим Моментом Нашла Хороший Повод Чтобы Меня Занокать Ну Ладно Давай Догонять Буду Куда Здесь Ехать Тоже Пока Еще Хрен его Знает Поеду Сюда Потому Что Здесь Красивее Вот По Этому Принципу Выду Выбирать Пока Что Маршрут И Тут Уже Финиш Ну Вот Только Четвертым Из Этого Нокдауна Ну Ванта Ванта Видите Здесь Ворвалась На первое Место Даже Золотая Погани Имова Не Смогла Обогнать Я не знаю Может быть Это Ванта Имова Уничтожила Там По Дороге Всякое Может Быть Ну Я Сказал Буду По Очереди Эти Тачки Брать Пока Что Так Что Снова Детамасу Ну Приятно Видеть Именно Хотя Вот Такой Высокий Ранг Своего Автомобиля А Класса Даже Золотая Имова В этом Плане Осталась Позади Куклин Снова Это По-моему Тот же Самый Наванде Который Был Детамасу Как Это Вымораживает Когда Тачка Просто Ни с того Ни с сего Отказывается Нормально Крутить Бочку Что-то Не похоже Что Я Его Догоню Уже Трасса Практически Закончилась Ну Дали Бы Мне Какую Прямую Трассу Я Б Вам Показал Где Ванды Зимует Пока Что Только Второе Место Одинокий Волк Вот Кто Его В сетке Заметит Советую Приглашать В свой Клуб Может Он Ступит Походу Хороший Игрок Поэтому Пользуйтесь Возможностью Приглашать Хороших Игроков Если Вы Видите Что Какой-то Чувак Без Клуба Мало Леон Обратит На вас Внимание С высоты Своего Невероятного Скилла Так Ну А у Меня Кунтаж На Очереди Париж Триумфальная Арка Ну В принципе Кунтаж Для Парижа Неплохо Подходит Я считаю Неплохо 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 растолкал всех своим мощным корпусом этой ламбы не без препятствий но все-таки вырываясь на первую позицию все-таки вот если судить по первым ощущениям то трасса тоскана на это более прямая нежели этот париж по ощущениям дрифта больше именно в париже так плюс 40 очков сразу мне дают жетоны но вроде жетоны не понерфили несмотря на то что добавили сезонную валюту так по 2 гонки еще осталось на датамаса и ламбе быстро нашлась гонка оперта вау-хау есть и трасса рим ну на вау-хау в этом обновлении вот какая-то специальная акция кто там собирается докачивать автомобиль ну вот народ я вам сразу такой немножко спойлер дам что я наверное до середины сентября или даже до конца сентября жетоны тратить никуда не буду а все потому что я надеюсь на то что в этом году как и в прошлом году запустят кубок ко дню мексики знаете почему я этот кубок хочу а все потому что в этом кубке давали паки на инферно автомобили инферно и вот я бы хотел этот автомобиль докачать тоже до макса поэтому распылять жетоны я не знаю когда появится вау-хау а может быть она позже появится ну просто я бы хотел докачать уже именно инферно автомобиль чертенок как он называется у меня на канале ой-ой-ой как сейчас было опасно от ванды ну было близко если в трафике я не врезался то скорее всего я бы его обогнал не теряется конечно актуальности вандачка классической сетки так снова это волхава попадается блин ну конечно раскраска вот этого корвета народу не хватает красок в жизни наверное я не знаю что они такие цвета выставляют какой-то морковно-свекольный фреш это скорее по своей цветовой палитре о что-то хураканы как-то они наверное друг с другом там друг за друга зацепились и за счет этого у меня повезло вырваться даже без касания этой сладкой парочки приятно поворачивает ламборгини кунтаж особенно если в эти углы не врезаться так вообще будет все по красоте ну видите народ у меня теперь все таки в а классе именно шести звездочные варианты они более такие эксклюзивные что ли их можно назвать я думаю многих из вас в гараже допустим есть скажем на все звезды прокачанная волхава возможно у кого-то волхава плюс и мало есть прокачанная или там может быть сочетание стрима к конце плану это все таки более старые автомобили но вот у меня как видите коллекция из таких более свежих и тех которые было именно сложнее добыть но тут конечно в плане дета масса в первую очередь удача влияла чтобы ключ его ведь из наборов но вот как же все таки было трудно добывать ламборгини кунтаж хорошо что я блин вовремя понял что она там покупать было именно дорогой пропуск так ого тут попадается макуаран вот этот цена gtr тоже не часто встречается в сетевой игре данная тачка но дета масса тоже часто встречаться не будет пор спайдер как же я много на нем гонял свое время когда он еще был актуален по моему еще ни одного игрока за этот видос не замокал сколько вот катаю меня уничтожали и и и и и и и финиш ну все-таки у . приятный автомобиль это он мне все больше и больше начинает нравиться если честно ну вот мне не так много остается именно до выполнения цели на этот видос именно зайти в легенду если выиграю эту гонку допустим полной комнате то возможно мне и хватит так вот тут из интересного и редкого разве что peugeot onyx попадается дестрой чувак дестрой пишется через букву е а не через букву и а то ты так назвался как какой-то дистрофик как будто переименуйся чувак не завидую я чувакам которые здесь гоняют на порш спайдере проходить эту змейку 200 километров в час такое себе удовольствие можно через бочку пролетать туда направо решили немножко выпендриться попробовать но особо сильно не рисковал ну я считаю что для сетевой игры не особо эти трюки актуальны разве что если тебе пофигу на то каким ты приедешь то можно приметь все трюки из книги для того чтобы вот например вот здесь вот залететь и вылететь сразу с трассы но опять же применять эти трюки только тогда когда вы не сомневайтесь то что вы все равно выиграете о вы посмотрите тютель в тютель получилось 1750 рейтинга ну и вот как раз мне хватило топлива датамаса и кунташа для того чтобы зайти в легенду ну давайте я сделаю еще одну катку заключительную же именно в легендарной лиге кто же будет самым таким догадливым и угадает какую тачку я возьму какую тачку я недавно открыл на огромном сливе жетонов на какую тачку я потратил 64 тысячи жетонов кто самое сильное звено теперь у меня среди бугатти в гараже ну что ж это бугатти чем-то дьечи ну давайте я на него проеду я наверное обладатели бугатти широнов которые активно используют этот автомобиль поспорят со мной насчет самого сильного звена но такое скажем самое дорогое звено из бугатти в моем гараже стрим который запомнится надолго 471 зритель максимального ну а не смотрела это без комментариев конечно что должно произойти вот какой должен быть стрим чтобы пришло больше чем 500 зрителей это сколько двести тысяч жетонов надо слить ну вот как бы в париже начинал этот видос в париже буду его и заканчивать ну вот сколько этот видос идет столько вот времени мне понадобилось чтобы с нуля зайти в регендарную лигу за восемь с половиной дней до окончания сезона кстати трасса для чем-то дьечи в принципе до дна поэтому надо выигрывать надо на победной ноте заканчивать данный видос и делаем круг почета вокруг триумфальной арки и финишируя на первой позиции ну что ж дежавю прям чувак с французским никнеймом даже был на втором месте ну и вот я попадаю даже топ 1000 поэтому как видите и 3000 очков набрал я в этой сетке ну вот столько примерно времени надо чтобы зайти в регендарную лигу в таком случае ну надо конечно продолжать ее катать активно чтобы собрать финальные награды что тут у нас в этом сезоне раздают я уже я вообще за этим не слежу какие здесь эпики блин вот зенва зенва я не могу никак уже больше года выловить последний эпик на зенва чтобы сделать эту тачку блин золотой одного эпика тоже не хватает так ну что народ на этом я буду сегодня заканчивать я надеюсь мой зритель который много раз меня просил сделать подобный видос был удовлетворен ну и всем кто досмотрел это видео до конца тоже респект ну что народ удачи вам всем на трассах асфальта тащите сетевую игру и всем пока а